Здравствуйте! Это новости Дагестана на канале ННТ и я, Мурат Ахмедов. Ускоренными темпами производство лифтов в Кизляре выросло за год в 5,5 раз. Первый парень на селе. В Кизлярском районе пошел конкурс на звание лучшего пахаря. Шоу дронов и звезды российской эстрады. Ведущая дагестанская компания отметила свой юбилей в Дербенте. Подробнее в выпуске. Накануне глава Дагестана Владимир Васильев с рабочей поездкой побывал в Кизляре и посетил Кизлярский электроаппаратный завод, который в последние годы занимается производством лифтов. В месяц здесь собирают свыше 30 таких современных подъемных устройств. Объемы производства здесь в текущем году выросли в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом. Производственные мощности намерены наращивать еще. Есть спрос и продукция востребована. Глава Дагестана осмотрел производственные площади концерна КЭМС, цеха изготовления и сборки металлоконструкций, а также корпус для производства летательных аппаратов. Промышленное производство в регионе развивается активно, отметил глава Республики на встрече с коллективом предприятия. Чем важна эта тема для нас сегодня? У нас около 1300-1300 лифтов, которые сегодня эксплуатировались. Из них на сегодня срок уже подходит, и надо думать о замене. Это сколько лифтов? Свыше 700. 738. Думайтесь в эту цифру. 738 лифтов подлежат в перспективе с заменой. Вы слышали, в Москве какие-то лифты срывались, какие-то отказываются. Это безопасно. Динамично развиваемся. Благодаря, естественно, Владимиру Абдулевичу, вашей поддержке местного производителя, мы растем. Это факт налицо. А в чем поддержка? Вначале трудно было в регионе реализовать, доказать, что это качественные лифты, это соответствует всем нормам, всем стандартам качества. У вас сейчас локализация какая, вот вы говорили? Сейчас локализация где-то 60%, но мы хотим... А была до этого? Была 30-40% в начале. Вы понимаете, о чем говорит директор? Что это все комплектующие турецкие, итальянские, китайские, понимаете, да? Мы этого не производили еще недавно. Вот сейчас они уже производятся. На 20% больше уже, да? Больше, да, на 20%. Общественные координаторы проекта «Мой Дагестан. Мои дороги» регулярно проверяют качество проведенных по этой программе работ. На этот раз они побывали в Кайтакском районе. Вместе со специалистами-экспертами координатор проекта Мухаммед Рашидов осмотрел участки дорожного полотна. Напомним, что в рамках проекта «Мой Дагестан. Мои дороги», который реализуется по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева, в 11 населенных пунктах Кайтакского района было благоустроено по одной улице протяженностью от 1,5 до 2 км. Общая сумма затрат составила 12,8 млн рублей. Ранее до ремонта, после ливневых дождей и завязкого слоя грязи, по этим дорогам сложно было передвигаться как пешком, так и на автотранспорт. Сегодня же ситуация другая. Подъезд макоквартирного жилого дома в Махачкале на улице Гамидова, 59А, где 1 сентября в результате пожара погибли 5 человек, привели в нормативное состояние. Внутри подъезда коммунальные и городские службы провели капитальный ремонт. Осмотреть объект приехал руководитель жилищной инспекции республики. Покрасили стены, потолки, помыли все подъездом. Здесь вообще невозможно было, надо отметить. И наши, можно сказать, поручения, просьба и предписания даже в том числе, исполнены в управляющей компании. Я бы хотел, вот так вот работали в управляющей компании, не поручением, а самими, чтобы взять инициативу в руки. И за счет собранных жильцов на деньги, на техническое обслуживание, вот такой вот ремонт проделали в управляющей компании. Это надо отметить. Завершить ремонт помогали и сами жильцы, несли свою лепту даже художники. Они изъявили желание нарисовать на стенах подъезда персонажей из любимых детских мультфильмов, как раз на четвертом и пятом этажах, где ранее произошла трагедия. Если бы, конечно, у них финансирование было бы, может быть, лучше сделали бы они. Мы постоянно, когда спрашиваем, они говорят все время насчет проблемы, насчет финансирования. А сейчас они сделали нормально, у нас давно такого ремонта не было. По словам сотрудников коммунальных служб, жильцам этого дома через сутки после пожара восстановили подачу газа и света, а деревянную пристройку к балкону на четвертом этаже, где и произошло возгорание, затвидня полностью демонтировали. Антитеррористические учения прошли сегодня в районе железнодорожного вокзала в Махачкале. Об этом сообщает оперативный штаб республики. В рамках плановых мероприятий под названием «Сигнал-2020» объект был проверен на готовность подразделения органов исполнительной власти к противодействию терроризму. Среди основных задач – отработка пресечения преступной деятельности, освобождение заложников и обезвреживание взрывных устройств, а также минимизация последствий теракта. По итогам учений выработаны решения по дальнейшему совершенствованию антитеррористической защищенности Дагестана. Шоу дронов, розыгрыш призов и звезды российской эстрады. Компания «Киргу» с размахом отметила свое 25-летие на главной площади Дербента. Праздник посетили сотни горожан, гости и около 200 представителей мировых бизнес-компаний. Подробнее – по тематам Ханапова. 1 октября – радостная и трепетная дата для компании «Киргу». Именно этот день принято считать точкой отсчета в истории бизнес-проекта, имя которого стало широко известно на всем Северном Кавказе. В юбилейный день торговый дом всегда стремится создать особую атмосферу. И этот год не стал исключением. Была организована большая концертная программа в Дербенте. Сильнее всего горожане ждали выступлений, анонсированных заранее звезд российской эстрады. И вот долгожданные гости южной столицы – Наташа Королева и Сосо Павляшвили – появляются на сцене. Не менее впечатлило гостей праздника и световое шоу беспилотных летательных аппаратов-дронов. Такого 3D-представления в небе Дагестана еще не было. На ритмичном чередовании фигур в воздухе, игре, цветов и яркости строилась вся драматургия. Сейчас звонили с Дагогней, спрашивают, в Дербенте инопланетное вторжение? Я говорю, нет, у нас просто здесь 25-летний юбилей торгового дома Киргул. Ваши аплодисменты громче! Давайте все вместе прочтем эту надпись! Раз, два, три! Киргул! За свою 25-летнюю историю торговый дом преуспел не только в предпринимательстве, завоевав лидирующее положение на рынке, но и заслужил общественное признание. Как социально ориентированный народный бизнес Киргу регулярно участвует в благотворительных акциях. Вот и в этот праздничный день компания провела розыгрыш бытовой техники. Мы вытаскиваем номерочек первого победителя. Давайте объявим. Я напомню, что диван-кровать номер 2252. Завершилось грандиозное мероприятие красочным салютом. Отметим, что Дербин в этот день посетили около 200 представителей крупнейших мировых компаний. Это партнеры Киргу. На самом деле я долго думал, что можно пожелать такому гиганту в плане продаж. Самое главное – сохранить все, что есть. И только приукнажать. Побольше хороших партнеров и амбициозных целей. Самые любимые, самые родные партнеры. У нас наше сотрудничество уже переросло в дружбу, в личные отношения. И мы этому безумно рады. История компании началась с открытия с Айдбегом Даитовым своего первого мебельного магазина в городе Хасавюрте. В 1995 году он назвал компанию в честь своего друга Киргу. Это слово в переводе означает «сокол» и символизирует собой уверенный полет компании к новым вершинам. Садьбега Даитова не стало, но по словам нынешнего руководства, в компании продолжают следовать традициям, заложенным основателям. Киргу – это народная компания. И десятилетия на рынке, они помимо основных своих целевых показателей всегда, мои коллеги всегда стремились быть социально ответственными. Это удавалось. Киргу сегодня – это динамично развивающийся холдинг, география которого расширяется с каждым годом. Торговые центры компании функционируют в городах и районах Дагестана – Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Кизляре и Буйнакске. В планах открытие филиалов в городе Избирбаши, Селах, Леваши, Ботлих и Касумкент. Ватимат Ханапова, Муса Салтгиреев, новости ННТ, Дербент. Подарки и слезы радости в честь Международного дня пожилых людей представители Муфтията Дагестана навестили людей преклонного возраста. Сотрудницы отдела просвещения преподнесли пожилым женщинам цветы и подарки. Представители старшего поколения искренне поблагодарили гостей из Муфтията за оказанное бесценное внимание. Сотрудники Муфтията заверили, что периодически будут навещать пожилых нуждающихся людей, оказывать им посильную материальную моральную помощь и поддержку. Большое спасибо, дай Аллах, что я у вас числюсь, вашу доброту, ваше открытое сердце. В Кизлярском районе накануне прошел конкурс пахарей. В конкурсе названия лучшего пахаря района приняли участие шесть механизаторов, представлявших сельхозпредприятия региона, а также фермерские хозяйства и сельских поселений. Состязание проходило на территории ООО «Аверьяновка». В конкурсной пахоте были задействованы доктора «Беларусь». Каждому участнику был определен участок в 15 соток. Все выполнили задания качественно. При подведении итогов учитывалась глубина обработки почвы, границы пахоты и прочие конкурсные условия. Решением жюри, в состав которого вошли опытные агрономы, инженеры и ветераны-механизаторы, первое место присутили Махмуду Хедирову, механизатору из села Цветковское. Победители участников конкурса наградили почетными грамотами и памятными призами. Дагестанцев приглашают совершить виртуальную экскурсию по зданию Банка России в Москве. В республике из ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, изменили традиционный формат Дня открытых дверей Банка России. Если в предыдущие годы жители региона могли записаться на экскурсию и увидеть изнутри здание банка по улице Даниэлова, то в этом году масштабную программу проведут в виртуальном формате. День открытых дверей Банка России в этом году состоится в формате онлайн. 3 октября участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию Музею Банка России, поучаствовать в финансовом практикуме, узнать о работе регулятора и его 160-летней истории. Также будут организованы тесты, игры для детей и взрослых и многое другое. Время покорять Америку! Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман подписал контракт со второй по значимости бойцовской лигой мира Беллатор. Эту новость в своих соцсетях сообщил чемпион UFC в легком весе. «Мы верим и возлагаем большие надежды на Усмана. Газуй, братишка, и не сбавляй обороты. Время покорять Америку!» – подписал фотографию Хабиб. 22-летний Усман Нурмагомедов – непобежденный боец. В своем активе он имеет уже 11 побед. В последнем поединке на турнире в Москве он во втором раунде техническим нокаутом одолел Святослава Шабанова. Еще один шаг на пути к мечте. Двое дагестанцев успешно выступили на бойцовском турнире лиги Бреи в Бахрейне. Очередные победы в свой актив занесли Касум Касумов и Мухаммед Макаев. Подробнее в материале Курбана Рагимова. Кур Касум! Касумов! Пришел, увидел и победил Касум Касумов только во второй раз вышел в октагон лиги Брейв. Однако благодаря внушительному послужному списку матчмейкеры доверили ему право выступить в одном из главных боев вечера. Этот статус махачкаленец в итоге оправдал фееричной победой. Поединок с болгарином Демитаром Костовым завершился в первом раунде. Сначала Касумов перевел соперника в партер, а затем, выйдя на выгодную позицию, мастерски выполнил удушающий прием. Так ученик Шамля Завурова сделал шаг на пути к завоеванию чемпионского титула в легчайшем весе. Эта победа стала для Касумова 12-й в карьере. Особое внимание я уделяю и борьбе, и партеру, и стойке я стараюсь больше работать на тренировках. Но это как получается во время боя. Не так сказать, что я его готовил специально, вот этот прием. Вот этот прием, например, сейчас, который я сделал, я его не готовил. Он получился у меня по ходу боя. Я начал делать один прием, который приблизительно у меня в голове был, что я его попробую сделать, попытаюсь. Он не получился у меня. Соперник отстоял, и с одного мы перешли на второй. Аналогичную победу одержал и другой наш микс-файтер Мухаммед Макаев. 20-летний уроженец Буйнакска успехи в единоборствах, которому пришли в английском Ливерпуле. Выиграв все крупные турниры в любителях, Макаев стремительно ворвался в мир профессионального ММА. Бой с Дженни Кенни полностью прошел под его диктовку. Он два раунда перебивал соперника в стойке, а в третьем закончил начатое уже в партере, заставив капитулировать оппонента. Этот поединок стал для Макаева третьим за последние полгода. Перспективный боец с большой фанатской базой ставит перед собой весьма амбициозные цели. Я хочу часто драться, так меня запоминают болельщики. Я всегда в форме, я вернусь, я соблюдаю диету, соблюдаю режим, не отвлекаюсь на лишние дела. У меня дом, тренировки. Я представляю республику Дагестан, город Буйнакск. По нации я кумык, но живу в Англии уже 8 лет. Меня поддерживает очень много болельщиков из Англии, из Дагестана, со всего Кавказа. Это без разницы. Я поднимаю английский флаг, я поднимаю дагестанский флаг. Так дагестанцы продолжают укреплять позиции в лучшем ближневосточном промоушене. Следующий турнир Лиги Брейв пройдет в ноябре в Эмиратах. Кроме того, после улучшения эпидемиологической обстановки в России, организация рассматривает вопросы о проведении бойцовского вечера в Дагестане. Курбан Рагинов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Манама, Бахрейн. И это были все новости к этому часу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова